Первая проблема с моим помещением, то, что мы не нашли ключ от замка в двери, и надо поменять замок. Я типа оператор, за меня все делает Степа. Вообще, Димон, когда я говорил, что я дарю тебе это помещение, если не нужно никаких вложений, я имел в виду физические вложения тоже, поэтому почему я откручиваю этот замок, а ты снимаешь? Короче, Димон, на рынок не едем, я все нашел возле дома. Вот это замок, который меняем в твою комнату. Я его купил за 2000 драм, это 300 рублей. То есть, ты понимаешь, да, я его вытащил, я его купил, менять сам будешь, ты даже из машины не вышел. А это поменять замок в твоей квартире. Вот, он стоил 4000 драм, это 600 рублей. Ты, кстати, не хочешь людям показать, где ты вообще живешь? Вначале вам может показаться, что это тюрьма, но нет, это окно в моей квартире, и вот, собственно, мой дом. Ну, блин, Димон, ну ты же сказал, что ты в Ереване, а не в Москве. И вы, скорее всего, хотите увидеть это, ну или вот это, ну или хотя бы это. Да, на первый взгляд может показаться, что эта девятиэтажка ничем не отличается от московской, или петербуржской, или новосибирской девятиэтаж. А и пусть они все построены в одно время, когда Армения была союзным государством в СССР, но есть весомые отличия. Первое. Нет дверей в подъездах, и они сквозные. Я знаю, как будто бы, но я не уверен. Мне кажется, что снимают на летнее время двери, чтобы было прохладно и не так душно, вот. Они как раз сквозные, поэтому кажется, что я точно не уверен. То есть, возможно, их просто не будет даже зимой. Второе. Тут чуть ли не в каждом окне сушат белье, и на первом этаже тоже. Это, кстати, моя Нива под моими окнами. Ну и третье. Это самое общее отличие. Ну что, давайте я сделаю небольшой рум-тур, но перед тем, как открыть свою квартиру, ставьте лайки, чтобы YouTube рекомендовал это видео не только новому пользователю, но и подписчикам канала, которым не приходят уведомления. Кстати, нажимайте на колокольчик, чтобы уведомления о новых выпусках вам приходили. И если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и обязательно пишите комментарии. Это помогает развивать канал. Спасибо. Замок я, кстати, поменял. Это собаки. И здесь я живу. Поворачиваем направо. Это душевая и туалет. Рядом шкаф. Я его использую под обувь. Проходим дальше через прихожую. В кухню есть холодильник. Это надо починить. Нормальная стиралка. Электрогазовая плитка. Это и электродуховка. И еще дальше балкон номер один, который переделан в некое дополнение к кухне. Если честно, в это помещение заходил пару раз и ни разу не сидел за этим обеденным столом. Ну и собственно вот такая вот комната, которая совмещена с балконом номер два. Старая мебель. Диван. Кровать номер один. Кровать номер два, которую уже сломали собаки своими прыжками. Хочу заметить, что и на кухне, и в комнате я завесил окна тем, что было, чтобы не ходить здесь как в аквариуме. И самое главное, стол, где я монтирую, могу даже стримить, но только когда меня подключат к интернету. Вот здесь должен быть роутер, его ждем. Провайдер сказал, что они закончились в Ереване и будут только через месяц. А это, кстати, паника и хулиганство собак. Долго они приходили в себя после долгой дороги и первые дни были в некой панике. Все углы разбиты и дверь. Не успели заехать, а собаки уже все поломали. И хоть Армения находится на границе Европы и Азии, в отличие от Европы, про которую в России так любят воображать, что она без российского газа замерзнет, замерзает только один Дима Астанин здесь, в Ереване. В доме есть газ и у меня в квартире газовая колонка, из крана течет кипяток, но нет ни одной батареи. Я к такой зиме был не готов, конечно, но есть обогреватель и здесь так все живут. Ну точно могу сказать, что так здесь живут многие. Ну и такое скромное удовольствие, однокомнатная квартира мне обходится в 170 тысяч драм, на русский это 28 тысяч рублей. Вообще квартира была дешевле, но из-за того, что я с двумя собаками, я доплачиваю до этой суммы. Но я уверен, что за такую сумму можно найти намного лучше, но сейчас вы сами понимаете, какая ситуация, и здесь тупо нету квартир. Кстати, было бы, наверное, прикольно для сравнения показать, где живет Степан Голубь. Если будет интересно, то пишите в комментариях в следующем выпуске, зайду к нему не в квартиру, а в его дом и покажу вам, как живет Степа здесь. Ну и сразу скажу спасибо Голубю за то, что он целый месяц искал мне жилье здесь, чтобы можно было разместиться с двумя собаками. Собаки, пожалуйста, тихо. Спасибо за однушку и спасибо за студию, в которую мы с вами сейчас и отправляемся. Ну, мы отправляемся в студию. Кстати, дорога от моего дома до студии занимает всего 10 минут, это 4 километра, и это прям радует. Ну что, я поменял замок, теперь у меня есть ключи от моей тату-студии в Ереване. Прибрался, затащил все барахло, которое привез с собой из Санкт-Петербурга. Сейчас я все разложу и пойму, что мне необходимо, что мне здесь надо докупить, чего не хватает, чтобы сделать свою первую ириванскую татуировку. Короче, ты покупаешь принтер и ставишь его на пол, да? И работаешь ты тоже стоя, потому что, или на скамейке. Стола нету, куда поставить принтер, где, если что-то отрисовать, краски у тебя вот так будут стоять на холдере. Полочки нужно поставить, нужно полочки, стол, нужна кушетка, нужны стулья, желательно два, да? Что еще? Да и стены бы покрасить, но это не принципиально важно на самом деле. Но для первой татухи, да, два стула, кушетка, полочки, стол, принтер и бутылочка пивка. Из минусов этого помещения, чтобы сделать первую татуировку, это розетки. Они разваливаются, но работают. Свет потолочный, он вываливается. Но надеюсь, что это нам не повредит сделать первую татуировку. Из необходимого будем сейчас дальше смотреть и помним, что в Петербурге тату-студия работает, и я ее не ограбил. Это все мое личное, нажитое годами, и то, с чем я не хочу, и расставаться. И это вообще-то мое. Купленное на заработанное. Вот, и мне удобно с этим работать. На следующий день мы уехали за город на местное производство. Приобрели кушетку и стулья. Здесь, в Армении, есть сайт Лист. Это схоже с Авито. И именно на Листе я искал все необходимое в мою комнату. Ты хочешь снять? Алеша. Стой, ну подойди, скажи, что произошло вообще. А звук? Ну, звук, он так пишется. Да? Да, если громко говорить. Короче, 10 тысяч драм, это примерно, сколько? 1400 рублей. Просто потому, что жена выставила за такую цену, потому что он ей мешает дома. Вот, типа, вот такой вот новогодний подарок. Круто. А мне кажется, что сейчас кушетку с крыши спит. И тут даже есть сканер. Можно даже сканировать эскизы. Ну, кайф. Можно даже отсканировать пенис. И сделать из него эскиз. Это зеркало. За 30 тысяч армянских драм. Это 5000 рублей. Демонтируем сами. Мне кажется, мы просто на болте, поэтому нормально. И везем на Ниве, на крыше. Самое главное не разбить, потому что если разбить, то 7 лет неудачи. О, это оказалось максимально просто, да? Да. Все? Давай, убирай, помогай. Ну все, иди. Откроешь, бля? Спасибо большое. Зеркало бы не бахнет, да? Я сейчас только что, знаешь, что вспомнил? У меня есть лишнее зеркало. Ты гонишь? Да, но оно чуть отколото внизу. И мы его поэтому поменяли. Вы вот поставили, я такой, бля, давно зеркало наносил? А, недавно же носил. И вспомнил, что наверно вверху лишнее зеркало, чувак. Просто надо было спустить его, прикинь. Вот видишь, чуть-чуть отколото. О, оно не имеет весь рост. И широкое. Блин, мне достаточно было бы. Да? Ну? Простите, пожалуйста. Смотрите, со стенами сто процентов надо что-то делать. Точно убрать вот эту некую венецианскую шпаклевку. Мои мысли такие. Черная стена. Белая стена. С черным зеркалом. Черное все. И вот это белое. Вот здесь, я думаю, сделать полочки. И здесь будет лежать вся расходка. А вот здесь будет комп, принтер и трансферный принтер. Вот здесь будет такой некий столик. Вот этот похабный диванчик мы убираем. Зеркало будет в пол где-то вот в этом же месте. Бахилы. Да, я с собой привез штуку для бахилы. 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 Вешалка. Может быть, такие пуфики, чтобы там можно было сидеть. И место, где базируется обувь. Ну вот, как-то так, чтобы сделать первую татуировку, у меня все есть. Но осталось только нарисовать дизайн. И понять, кому я это сделаю. Стулья местного производства. Классная кожа. Они такие, довольно-таки упругие. Очень интересная вот здесь рельефность. Возможно, зад не будет так сильно потеть. Все вроде бы классно. Но вот посмотрите на вот эту порнографию. Ну, это типа пластик, который закрывает швы. Непонятно, что с этим стулом. Либо я вот так промял, пока вез это. Ну, либо я вот купил вот такой вот промятый. И это как-то, ну, типа, за день не отошло. Ну, значит, будет один стул нормальный. Другой будет с, не знаю, с маленькой уточкой. Кушетка местного производства. Вопросов вообще никаких нету. И хочу вам показать, как прикольно они сделали. Вот так вот на резиночке, чтобы когда она закрывалась, вот эти провода металлические прятались. И ты их не подпихивал сам. Если вам кажется по этому видео, что у меня тут все отлично, хочу вас разочаровать или обрадовать. У меня все отлично, да. Но есть некая ситуация, которая меня напрягает. И я хочу ей поделиться с вами. Сюда, в Ереван, в гости к Степану Голубю, мы должны были приехать вместе с Димой Стэдом. Я уезжаю из Петербурга в конце ноября. Дима Стэд меня догоняет перед Новым годом. Ну и, собственно, я здесь. И еще 7 декабря я с ним списывался. Он был на связи. Я просил его помимо всего для тату вслепую захватить мои трафареты. И получил от него положительный ответ. А уже 10 декабря, когда в тату студии в Петербурге пацаны собрались, чтобы выпить бутылочку вина, которую я им передал отсюда из Армении, я получаю такую вот информацию, что Дима Стэд уезжает в Узбекистан. И получаю я эту информацию не от него, там, по телефону или сообщениям. Ну, а мне эту информацию передают. И, кстати, до сих пор, а сегодня 16 декабря, Дима Стэд не выходит на связь. Вот так вот бывает с друзьями. И все пацаны со студии успешно выпили винца. Никто даже не подумал, что можно написать мне спасибо за такой вот подгонщик. Знаете, я устал разочаровываться в людях, и я влетел помимо денег на свое время и на нервы. Потому что все то, что Дима Стэд обещал привезти из Петербурга, а это тату слепую и остальное барахло, мне придется сейчас отправлять доставкой. Согласитесь, будет обидно, если мой эксклюзивный плинкоборд сюда придет в разбитом состоянии, или же не придет к Новому году. Потому что до Нового года досняты выпуски «Тату вслепую», и сразу же в первых числах я хотел запустить новый сезон «Тату вслепую» отсюда, из Армении и из Грузии. Знаете, каждый выбирает свой путь. Меня лично сильно напрягла эта ситуация с враньем, с подставой, с молчанкой. Но меня это не собьет с пути. И уже сегодня или завтра, для вас это прямо сейчас, я здесь сделаю свою первую татуировку. Потому что у меня, в принципе, все готово. Один вопрос только к вам по поводу интерьера. К интерьеру жду ваши мысли в комментариях, а это спустя два дня. Я нарисовал дизайн, подготовил. Показал вчера, приехал, встретился с Степаном, показал ему дизайн. Его подкорректировали, и сегодня утром я его переделал. И мы готовы татуировать. Это будет голубиная карта. Вначале, как вы видите, я подготовил король бубновый, но серединка, как узор, я использовал цветочек с листочками. Самое ходовое, и в голове мне казалось, что это круто, но мы специально встретились со Степаном, чтобы обсудить, потому что мне что-то не нравилось. И Степан предложил... Оливковую ветвь. Да. Символ мира. И она прямо очень четенько вписалась. Перекрыло соединение двух голубей. И я добавил корону вместо масти. И как это теперь будет называться? Королевская масть, получается? Да, это король королевской масти. Король королей. Король королей звучит очень круто. У нас получается на эскизе шесть корон. Ну, шесть, она по тюремным законам цифра так себе, да? Ну, шесть корон, как понял, в сикс-пэк с короной экстра. Жесть. Хоть и давно не пил, но это прямо вот как будто бы руку греет, да? Шесть корон не за шквар. А еще я в своих баскетбольных шортах, и у меня шестой номер. Короче, шесть – это не шкварная цифра, да? Шесть – это круто. Шесть, шесть, шесть. Почему именно карта? Ну, во-первых, я очень давно хотел и нарисовать, и сделать карту. Как будто бы я сам хочу себе на свое тело карту. У Степана была идейка с рефером именно вот этого голубя. И он сказал, что… он мне прислал картинку и сказал, хочу именно этого голубя. Я немного его переделал и оформил его в карту. Карта – это азарт. Кого есть нужная карта, тот прям ведет всех за собой. И эта карта, Степан, поможет тебе сорвать большой куш. И в любой неблагоприятной ситуации ты выйдешь наверх, потому что у тебя будет именно вот эта нужная карта. Именно вот эта мне сейчас и нужна. Друзья, запрыгивайте в описание, обязательно подписывайтесь на телеграмм Останина. Я туда выложу все вариации дизайнов и все татуировки, которые будут делаться в этом помещении. Я выкладывать буду именно туда. Также подписывайтесь на мой инстаграм, на Степана. Я сейчас лично веду инсту каждый день. Здесь она не заблочена. И я показываю все то, что происходит по чуть-чуть. А потом вы вот смотрите большой выпуск, где вот все вместе. На телегу и на инсту, и на инсту Степана. Не поленитесь и подпишитесь прямо сейчас. А что, в России VPN до сих пор, да? Ну и перед тем, как начать... Хотелось бы порекомендовать вам. Самый лучший тату интернет-тату-магазин. Первая татуировка в моем помещении тому, кто мне подарил это помещение. А? Как вам? Татухи буду делать пеном. Это пен из тату-набора от забитых. Этим я работал. И я привез с собой вообще их два. Второй на всякий случай. По ссылке в описании найдете подборочки от забитых. По промокоду ZBT получите бесплатную доставку. Из магазина к себе домой. Из магазина 28mob.ru. Наших друзей и партнеров. Тут половина расходки, которую я захватил у них. И привез сюда, в Еревань, из России. Общий контур карты точно надо колоть 11РС. Внутри жирный контур скорее всего 9РС. Тоненькие полосочки 7РС. И красить будем, наверное, в стиле графика. Троечкой. В плане вообще такая графическая с жирными полосками. Графа Трат. Или граф Скул. Ну что, давай начнем. Краска, кстати, аллегория. У меня никогда не было аллегории. И я вот тут в магазине 28mob.ru. Тебе в дорогу взял целый тюбик. Говорят, что она максимально черная. А сейчас посмотрим вообще, как она вбивается. Ты готов? Будет же ныть, да? Место еще такое. Да давай уже. Калывай. Чувак. Димон, Димон, Димон. Блин, да это невозможно. А почему так больно? Чувак, прям как ножом отвечать. Тебе резали ножом когда-нибудь? Чему так больно? Ну тебе сейчас не привыкли. Давно татухи не делал. Чувак, я недавно делал татухи. Подожди. Вот тут мне делали татухи. Прошло 15 минут. Я сделал первые полоски 11RS. И принял решение, что всю внутреннюю татуировку буду делать именно жирные полоски 11RS. И семерочкой уже вот этот правый бок контурнули. Вы видели начало и вспомнили хэштег Степан Нытик, да? Такой хэштег у нас был. То ли у тебя рука тяжелая, то ли какие-то иголки сильно острые. Потому что ты вот ведешь вот этой жирной, типа тонкой норм, ну типа я могу терпеть. Мы сделаем сегодня татуировку? Да давай попробуем. Вообще в Армении... Что в Армении? В Армении все разделяют на две части. Нет, в Армении ТКТХ продается в аптеках. Можно сгонять в аптеку за ТКшкой. Ну мы не можем сейчас, оно все умрет. Нам контурнуть надо будет. А потом... А потом там не... Потом точки, тройка и ты спать будешь. А, блядь. А, сука, какая иголка, блядь. Блядь, ну чувак, невозможно нахуй. Вот серьезно говорю, невозможно. Да пи***ь. Ну ты же все терпел. Мм, блядь. Не пи***ь, не пи***ь, не пи***ь. Большой не слушай меня нахуй. Это не моя идея. Стильная. Контур готов и я не знаю, что вообще вы только что видели, что войдет в монтаж, потому что оператора у нас нету и снимаем со штатива своими силами. И это не лучшие мои полоски, потому что Степан ерзал. У него вылетало... Бедро у меня улетает, потому что у меня суставы гиперподвижные и мне в таком положении очень удобно лежать. Короче, он дергался, ерзал и не давал вообще ни одну полосу провести как надо. Да нормальную полосу что-то... И сейчас он пытается слететь. Я ему говорю, что надо 100% покрасить. Мы же не делаем цвет, да? Ну, мучиться не надо будет. Просто немножечко подконтрастным черным. Сделаем черный. Ну, давай. Чувствуете, да, настроение? Сейчас вот я только коснусь. Я вот буду снимать, именно вот что-то со звуком. Я только коснусь и начнет ныть. Вот прямо сейчас. Вот смотрите. Пошел на... Ой, сейчас начнем. Он будет ныть. Вот так хоть всю ночь можешь делать. Я ничего не чувствую. Даже вот, типа, фронтально смотришь, удивляйся, интересно, что там такой поп. А там козырная карта. Да. Ну, здесь однозначно лайк, потому что Степан сегодня выдержал сеанс татуировки, ну, на так себе месте. Сейчас умру. Без обезбора. Я умираю. Но он не дал там пару точечек еще поставить. Были места, где хотелось бы подконтрастить. Но он, ну, чуть ли не драться уже лезет. Уже круто, уже нормально. Так можно до утра просто сидеть и что-то, где-то что-то дорисовывать, а чего, не знаю. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это конец выпуска. Ну, что, это была первая татуировка в Ереване. Поздравляю с вами. В моей комнате. Спасибо. Мне кажется, слово кабинет больше подходит. Кабинет? По ту кабинет. Пока. спасибо за просмотр спасибо за лайк спасибо за подписку и спасибо за ваш комментарий и дамы и господа в описании вы найдете ссылочку на донейшен и лерт было бы круто если вы поддержали меня с голубем тогда мне не придется колоть все подряд здесь в татуировках чтобы выжить и тогда мы сможем нанять оператора и выпускать еженедельно по два больших выпуска что такое не реклама ничего мы просто видео на ю тубе будет так нельзя здесь снимать ну все ладно тогда мы закончили все мы закончили мы тогда только фото сделаем и все